Здравствуйте, коллеги! Мои слова будут преимущественны для тех, кто слушал первого докладчика, он упоминал даже нашу компанию, как своих партнеров. Мы фонд посевных инвестиций российской венчурной компании, которая занимается ровно под титулами своей деятельности, посевными инвестициями. Если кто не знает, принято в жизни стартапа описывать в виде таких нескольких стадий, до 11 стадий по максимуму. Я видел эту классификацию замечательную. Но в любом случае первая стадия стартапа – это пресид стадия, она называется, предписевная. Это та стадия, на которую деньги берутся либо собственными, либо бизнес-ангелами, когда нужно просто проверить идею и прийти к мысли, что нужно из нее делать бизнес. Затем наступает пассивная стадия, на которую должны вступать, собственно, мы в фонд посевных инвестиций. Мы даем деньги на то, чтобы идея развилась до создания коммерческого предприятия, до проведения маркетинговых исследований, до создания опытного образца, до регистрации интеллектуальной собственности. Все это касается софтверных стартапов в очень большой степени. Ну а затем уже должны подключаться фонды к следующей стадии, которым мы свою долю в компании продаем. То есть, в отличие от гранта, те деньги, которые даем мы стартапу, это так называемые инвестиции. То есть, из-за них мы получаем некоторую долю. Обычно она значительно меньше контрольного пакета, и не превышает где-то третьей от компании, третьей акции. Ну, поскольку по российскому законодательству удобнее создавать новые предприятия не в виде открытого акциям одного общества, как в Соединенных Штатах, например, а в виде ООО, общества с ограниченной ответственностью, то там в качестве доли компании выступает доля выставленных капиталей. Ну, это уже такие юридические тонкости, которые на самом деле очень не сложны и не должны отпугивать тех, кто разобрался, ну, например, с темой предыдущего выступления. Собственно, к чему я вас хочу призвать? Собственно, к вас наверняка есть те люди, которым приходит в голову идея не просто поработать на чужую фирму, а создать собственное дело. Создать собственное дело из какой-то собственной идеи. И наша задача вас таких найти, дать вам денег и помочь вам создать собственное предприятие. Ну, вот, в принципе, те слайды, с которыми я сюда пришел. Так, какие тут у меня слайды. Ну, вот здесь давайте я по ним быстренько пойдусь. В основном я, конечно, рассчитываю отвечать на ваши вопросы, поскольку мне обычно приходится выступать перед аудиторией тех людей, которые считают себя предпринимателями, начинающими, будущими или нынешними. Здесь, я так понимаю, аудитория немножко другая, поэтому давайте я сейчас скажу еще несколько слов, а потом в основном буду отвечать на ваши вопросы, если они возникнут. Ну, вот здесь вот описаны наши, что называется, паспортные данные. Ну, наш фон. Так, здесь, я на секундочку, да? Ага. Вот, собственно, вот такие вот деньги мы выделяем на стартовом этапе за вот такую, за дозу, что-то в трудовом не указано, но обычно, обычно она не больше 30% в новом предприятии. Вот здесь, здесь некоторая статистика за два года существования фонда, какие проекты мы проинвестировали. Как видите, проекты, посвященные IT-интернету, в том числе проекты софтверные, в том числе проекты, связанные вот с чистой разработкой софта. они, как видите, составляют вот там 19-65, сколько это процентов. Ну, в общем, значительно, почти что третье. Вот тут некоторые портфельные компании указаны. Все это есть на нашем сайте, на котором вы можете обратиться. Легко это найти вот по этим словам. Или вот по этим словам, если в конце добавить .ru. Там подробнее рассказано об этих компаниях. Давайте я, например, какую-нибудь из них возьму. Вот, например, вот эта компания. Последняя по времени, которая была проинвестирована из софтверных компаний, она не совсем софтверная, но суть самого проекта заключается именно в создании программного обеспечения. Программного обеспечения для вот таких вот устройств, которые называются лазерные глиномеры. То есть идея заключалась, идея у ребят заключалась чисто в создании программного продукта. И весь проект на нем основан. Хотя для нас, конечно, лучше, когда... Вот именно такая ситуация, когда проект не просто софтверный, не в чистом виде софт, а он привязан к чему-либо материальному, к чему-либо железному. Это позволяет лучше защитить наши инвестиции, скажем. Ну, это отдельная тема, а в данном случае она не имеет значения. Вот, ну, следующая стадия, следующие слайды, они в основном предостаточены для тех, у кого уже есть опыт общения с венчурными фондами, с инвестиционными фондами. Здесь разные слова написаны о том, чем на этих венчурных и инвестиционных фондах отличаемся. Вот это ответ на самый частно встречающийся вопрос, а что мы, собственно, считаем инновациями. Поскольку мы инвестируем инновационный проект, то первый вопрос, а вот мы делаем то-то и то-то, это инновация или нет? Мы подходим к вашему формату или не подходим? Вот так мы отвечаем на вопрос, что такое инновация. Ну, это, разумеется, слома тоже достаточно долгого разговора. На этом слайде, опять-таки, он, опять-таки, предназначен для тех, кто играет в посевные инвестиции. И вас заинтересованы. Равно как и это. Ну, и вот это вот практически последнее, что я хотел сказать перед этим вопросом. Если кто-нибудь из вас заинтересуется темой стартовой инвестиций и захочет перестать их в нашем фонде посевных инвестиций российской вечерной компании, то, милости просим, сначала вот сюда, затем по четвергам мы устраиваем предварительное слушание по новым проектам. В четвергам можно приехать, выставить и обсудить перспективы получения инвестиций в ФИИ. Ну, и все остальное, оно, собственно, технические моменты, о которых мы расскажем вам в четвергам. Ну, вот, собственно, на этом я, пожалуй, и закончу спичь. И буду готов ответить на вопросы, если они вдруг появятся. Если они не появятся, то подходите ко мне, как говорится, в фуарах. Спасибо. Вопрос такой, объясните, пожалуйста, было у вас на слайде, то есть 25% частного инвестора или что-то в этом духе, что это такое? Давайте я вам об этом расскажу, вот сейчас на блейдере расскажу, потому что у меня, я вот по лицам вижу, что большинству людей будет совсем не интересно то, что я буду рассказывать. Можно слайд про неправильных стартаперов вернуть? Да, да, да. У меня два вопроса. Давайте отвечу на вопрос дамы, которые слайд попросили. Да, неправильные стартаперы. Вас интересовал только слайд, да, то есть вопросов не было? Ну, понятно, мы пропустили это, и мне очень заинтересовала светская жизнь, непонятно. Нет, ну, это предполагает некие объяснения, некую озвучку, которую я в данном случае пропустил. Вы сами поселите слова, они не очень осмыслены. Так, вопрос. Я два вопроса. Пожалуйста. Первый вопрос, как вы относитесь к криптовалюте? Криптовалюта типа биткоин, доп. Я понимаю, да. И второй вопрос, можно ли у вас получить инвестиции на создание собственной фермы по зарабатыванию этой криптовалюты? Инвестиции в этой же валюте. Понятно. Это, знаете, вот, это как если бы вы пришли в, ну, не пришли, а разговаривали бы с представителем компании, которая инвестирует в строительные проекты, с девелоперской компанией, и спросили бы ее, допустим, как вы относитесь к таким домам, у которых есть подземный гараж? И инвестируете ли вы там в строительство таких домов, у которых есть подземные гаражи? Ну, то есть вы просто упомянули, в миге один не самый существенный признак проекта, очевидно. То есть наличие в проекте криптовалюты не является препятствием для инвестирования со стороны ФБИ, равно как и не является каким-либо преимуществом. То есть это просто один из признаков. С таким же успехом вы могли бы спросить, там, а к языку идут синтез плюс, как бы, наверное, на самом деле. Так, еще раз. То есть, пока вы не объясните субпроекта, мы его абсолютно не сможем. Ну, идите отсюда. Скажите, пожалуйста, а среди тех проектов, которые у вас были, есть ли те, которые связаны с разработкой СПО, и, соответственно, есть ли какие-то замечания по этому поводу, какие-то особенности этого опыта? СПО – это программное обеспечение чего? А, свободно. То есть это, собственно, понятно. У вас такой пункт должен быть еще один. Сервисные компании. Это неправильные проекты. Сервисные компании. Они не могут масштабироваться, поэтому ничего с ними разговаривать. Это ты прошел? Нет, нет. Нет, ничего же. То, что компания не может масштабироваться, это, безусловно, минус с нашей точки зрения, с точки зрения ренчурного финансирования вообще. Но это не означает, что вы такие компании не инвестируете вовсе. Тем более, что мы их не совсем, в данном случае, не совсем частный план, и даже совсем не государственный. Мы еще несем некоторую действию с собой по стимулированию, по развитию и так далее, по созданию инфраструктуры. И мы, собственно, готовы инвестировать даже те проекты, которые не принесут большой прибыли, если они хотя бы себя уходят для нас. То есть мы готовы инвестировать даже и в ноль. Поэтому для нас это не является, там, отсутствие уголокружительного баршабирования не является для нас категорическим препятствием, как может быть для других инвестирований. Что касается опенсорса, то таких проектов у нас, не скрою, вот отвечая на ваш вопрос, не было ни одного. То есть я не очень представляю себе, откровенно говоря, как вообще функционируют компании с коммерческой точки зрения, компании, которые занимаются опенсорсными проектами. Но вот если вы нам такой проект принесете, то мы вполне можем его обсудить и так далее, но не бояться. Разрешите еще один вопрос. Что касается бизнеса, как вы будете инвестировать в бизнес, который, например, будет являться конкурентом для текущих компаний на рынке? То есть как вот это будет, если это подорвет бизнес, инновационный бизнес, подорвет состояние какой-то другой большой компании? Вот как вы с этим будете разруливать? Одно дело что-то новое, другое дело предложить инновацию, которая нарушит финансирование другой компанией. Спасибо. Я не очень понял. Вы поняли вопрос? Я понял, что вы государство. Вы должны думать о том, что вы только платите новую маленькую компанию, но не враните большую старую. Нет, нет. Мы государство только в том, что касается нашей гуманитарной миссии. Во всем, что касается бизнеса, мы должны, по крайней мере, действовать точно так же, как нормальная коммерческая компания, нормальный фонд венчурный. И мы должны, как венчурный фонд, наоборот, стимулировать конкуренцию на рынке. Мы должны как можно больше инвестировать в такие компании, которые будут конкурироваться уже существующими за счет своих инновационных моделей. Это самое прекрасное, что мы вообще можем сделать. Будет вдохновительно. Вопросы еще? Потому что, по-моему, очень позитивно. Какая подъемная. В этом кто? Спасибо. Кто считает, силы есть такие, пожалуйста, в курварах сразу. Деньги уже здесь. Спасибо.